Екатеринбург, столица Урала, крупнейший промышленный, научный и культурный центр России. Культурное пространство Уральской столицы объединяет в себе множество разноплановых учреждений культуры и искусства. Одним из них является Центр культуры Урала. В конце 60-х в Кировском районе по инициативе директора Уральского электромеханического завода Александра Алексеевича Соловьева было построено здание Борца культуры. Торжественное открытие состоялось в феврале 1969 года. Первым директором Борца стал молодой актер и талантливый организатор Владислав Сергеевич Рябкин, ставший впоследствии директором оперного театра. Рябкин увлеченно развивал творческую самодеятельность заводчан. Здесь не только проводились все торжественные мероприятия завода, но и было создано много кружков и творческих коллективов, самодеятельный театр, входящий в моду КВР, балетная студия, хор, коллектив народных танцев, два духовых оркестра, публичная библиотека. В 1974 году Дворец культуры Урал возглавила Александра Михайловна Михайловская, правая рука директора завода по культурно-массовой работе, которая занималась борцом культуры еще на этапе строительства и технического оснащения зданий. Электроэкономический завод активно поддерживал коллектив Дворца культуры, обеспечивал сотрудникам жильем, детскими садами, оказывал всестороннюю помощь в организации работы, обслуживании территории и зданий. Ныне площадь Дворца названа именем Соловьева, а в фойе, в его честь, установлена памятная доска. Регулярные концерты, встречи с известными артистами, выставки, театрализованные праздники и новогодние представления вызывали огромный интерес всех жителей Кировского района. Это был настоящий дом творчества. Многие дети буквально выросли здесь. В 80-е годы начал работать детский театр балета «Сказка» Галины Абдулиной и кружок пального танца. В сложные 90-е ДК «Урал» выжил. Здесь работала одна из самых знаменитых дискотек города «Каньон». Здесь начинал уральский композитор и драматург, основатель нового направления в музыкальном театре лайт-опера Александр Пантыгин. В полные залы собирал парет Евгений Сушерко. В те годы в коллективе работал фотограф Анатолий Черей, работы которого экспонировались галереями Нью-Йорка и Чикаго. Внимание посетителей привлекали афиши и новогодние приглашения художника Дворца культуры Михаила Сажаева. Сегодня одного из самых известных художников Екатеринбурга. Его картины можно встретить в 28 странах мира. В 1998 году Дворец культуры «Урал» был передан в муниципальную собственность. В 2008 году, в период руководства Ирины Викторовны Докимовой, проведена капитальная реконструкция здания. Получив новый архитектурный облик и новое техническое оснащение, Дворец обрел новое название – Центр культуры «Урал». Сюда стали приезжать с гастролями зарубежные артисты, стали работать новые творческие коллективы. Народный ансамбль танца «Радость», Муниципальный театр танца «Степ» под руководством Игоря Петухова, Танц-компания 2046, Фолк-шоу-группа «Миряний», Художественная студия «Акварель», Киноклуб редкого фильма «Касабланка», Центр современной драматургии, Рок-клуб с хорошей репетиционной базой, Студия звукозаписи, Кружок по изготовлению мягкой игрушки. Традиции хорового искусства продолжает ветеранский хор русской народной песни «Рады и напевы». Возродился клуб самодеятельной песни, где регулярно собираются барды города и области. В 2012 году Центр культуры «Урал» возглавил Илья Николаевич Марков, при котором Центр стал базой дирекции городских праздничных мероприятий. Специалисты Центра культуры принимают непосредственное участие в организации всех крупнейших культурно-массовых мероприятий Екатеринбурга, таких как празднование Дня Победы и Дня России, обеспечение работы всех площадок День города, мультикультурные проекты «Ночь в музее», «Ночь искусств», «Ледовый городок». В Центре культуры «Урал» успешно проводятся многочисленные всероссийские и международные конкурсы и фестивали для детей и юношества, фестиваль-конкурс хореографического творчества «Звездный дождь в Екатеринбурге», конкурс эстрадного вокала «Магия звука», конкурс эстрады и джаза «Ритм экспресс», фестиваль-конкурс английской песни «English for Arts», форум юных дарований «Арт-поколение Екатеринбург». Развивается культурно-досуговая деятельность в таких направлениях, как танец, арт, интеллектуальный досуг и театр. Созданы несколько семейных фестивалей и шоу. В 2016 году успешно стартовал летний проект «Творческие каникулы». На протяжении пяти лет дирекция городских праздничных мероприятий проводила в Екатеринбурге конгресс специалистов «Эвент-индустрии». За это время профессиональное сообщество столицы Урала познакомилось с самыми передовыми технологиями в сфере событийного маркетинга. Для поддержки артистического сообщества реализован проект «Best in Europe». он стал главной площадкой для демонстрации новинок городской шоу-индустрии. Активно развивается продюсерская деятельность. Флагманскому проекту «Центра культуры и другой оркестр», художественным руководителем и дирижером которого является Александр Жемчужников, недавно исполнилось пять лет. В прошлом году в творческую семью «Центра культуры» влился оркестр «Курал-бэнт» под управлением Александра Павлова и уникальный танцевальный театр «Фора». Прошлый 2018 год стал одним из самых плодотворных. В феврале в Екатеринбурге прошел первый уральский региональный форум «Культуралик». Лаборатория для работников сферы культуры Уральского федерального округа во многом состоялась благодаря вкладу «Центра культуры Урал» и дирекции городских праздничных мероприятий. Профессиональной команде «Центра культуры Урал» было доверено стать основным организатором фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу «ФИФА-2018», который проходил в парке Маяковского и получил массу положительных отзывов от гостей и жителей Екатеринбурга. В августе 2018 года дирекция городских праздничных мероприятий провела юбилейный день города. Он прошел в принципиально новом формате, с массой увлекательных активностей. Этот день города положил начало подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Это было бы невозможно без отличной команды. Команды профессионалов «Центра культуры Урал» и дирекции городских праздничных мероприятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова